Очень честный продавец, продает Audi Q5 2018 года, полностью не битую, не крашеную, еще и по низу рынка. Ну просто не продавец, а Дед Мороз какой-то. Сейчас все покажу. Значит, Q5 2018 года, в предпоследней морде, 2-х литровый бензиновый мотор, коробка автомат, кожа, рожа, все дела. Цена 26500 баксов, это реально низ рынка, если она в таком состоянии, как он пишет. Значит, что он у нас расписал? Автомобиль свежо пригнанный, майбутний власник будет первым в Украине, в ДТП не был, весь у рідней фарбе, пробіг 68000, хорошая комплектация. Автомобиль без вкладень, сів, поїхал. В ДТП не был, полностью не пошкодженный, гаражное зберегание. Ну короче, не автомобиль, а сказка. Давайте посмотрим, что с ним не так. Вот наша Audi Q5, были по ней какие-то проблемы непонятные, да, что нам пишут. Автомобиль зі статусом джанк не можна реєструвати для використання на дорогах, зазвичай через значні пошкодження. А шо ж за пошкодження? По фоткам, смотрите, все ж красиво, машина целая. Нічо с ней не було, да? Абсолютно. Ой, а шо у нас тут? А у нас сиденье зганили. А че так? Из-за чего, интересно? Может, она немножко намочилась? Чуть-чуть совсем, да? Ой. А вот у нас ватерлиния нарисована. Машина утонула ниже, посредине стекла. То есть затопило все. Полностью моторный отсек, полностью салон. Тачка, по сути, непригодная. Шо это значит? Гнить кузов будет как перепуганный. Бесконечные проблемы с электроникой. Ну, а шо там с мотором, я даже не представляю после такого затопления. Короче, Деда Мороза у нас не получилось. Очередной обманщик. Друзья, вы точно так же можете проверять машины, не выходя из дома. Достаточно перейти на сайт CarVertical. Сделать это можно по ссылке, которая у меня в описании. По ней вы сразу же получаете скидку 20%. Вводите ВИН-код нужного автомобиля. И видите полную его историю. Или же, если вы просто зайдете на сайт CarVertical, вы можете ввести мой промокод. Автоспикер. И тоже получите скидку 20%. Да елки-палки, уже не знаешь, как эти машины выбирать. Шо по низу рынка, шо по верху рынка. Одно кидалово. Значит, смотрели X5 2017 года. Ну, третье поколение в 15-й. Последние года 17-й, 18-й перед четвертым поколением. Низ рынка 25 косарей баксов. Верх рынка 50 косарей. Ну, понятно, что по низу там тоталы. Хотя мы нашли парочку машин официальных. Но, тем не менее, большая часть, дрючки с Америка, тоталы тотальные. Просто не на шаглянуть. Думаем, давайте посерединке посмотрим. 37 косарей баксов. Нормальная цена. Должны быть приличные машины. Смотрим. Значит, F15 за 37 косарей баксов без одного доллара. Трехлитровый дизель. Автомат. Кожа, рожа, все дела. Маленькое повреждение. Состояние сейчас идеал. Восстановлено. Все супер. Ну, глядь. Пушка-ракета черная. Салон шикарный. Коричневый. Ну, бомба. Панорама. Тачка огонь. Но, мы же, естественно, ее хотим проверить, прежде чем ехать. А теперь давайте посмотрим, какое там реальное состояние. Вот наш X5. Опа. А что у нас за фотки тут? Е-е-пара с этой. Ребят. Даже по низу рынка мы такого хлама не видели. Глядь. И это выше, чем середина рынка. Морда в мясо. Мотор в мясо. Подвеска по этой стороне в мясо. Стекла разбиты. Какая это середина рынка? Глядь. Вот там даже что-то дверная карта почему-то даже разобранная. Короче, ну, подушки все стрельнули. Тачка, ну, сильно ушатанная, ребят. Ну, реально, мы даже по низу рынка такую дрысню не видели. Просто жесть. Volkswagen Golf по низу рынка с маленьким пробегом. Просто сказка какая-то. Короче, это у нас Golf 5 2007 года. Продается в Борисполе за 4,850 долларов. Пробега указана 270 тысяч километров. Мотор бензиновый, экономичный 1,4. Коробка механика. Естественно, не бита, не крашена. Пробег родной. Гаражное хранение в ДТП не было. В принципе, для моторчика 1,4 270 пробег нормальный. Что вы думаете? Напишите в комментариях, а я пока проверю. Что какая-то галочка желтая стоит на одометре. Давайте посмотрим. Опа. Что не, не 270. В 2021 году машина продавалась с пробегом 414 тысяч километров. Прошло 2 года и стало почти на 200 тысяч меньше. Ну, машина ж ездила. Я думаю, 50 тысяч она легко накатала. Так что около 200 тысяч километров смотано на этой тачке. Получается, бензиновые машины тоже ездят много. Но Audi Q5 2021 года за 38500. Серьезно? Ну, это выше середины рынка. Как бы там потолок 50 тысяч. Потому что иначе уже проще новую покупать. Ну, мне казалось, что это серьезная сумма, чтобы купить тачку. Если она из Америки, то хотя бы с минимальными повреждениями. Но, естественно, продавцы решили, что они хитрее всех на свете. Это у нас 2-х литровый бензин. И, естественно, на автомате. Кожаный салон. Продавец пишет, что тачка в идеальном состоянии. Продаю сви властные авто. Вот это мне тоже нравится. Тачка только в ноябре растаможилась. Уже он продает властные авто. Я понимаю, когда человек хотя бы 5 лет владел и говорит, что тачка моя личная, 5 лет владел. Все по ней знаю. Но, когда машина твоя 2 месяца, к чему это чесать? Короче, хотите посмотреть, какие там минимальные повреждения? Сейчас покажу. Опа, вот она наша Audi Q5. Давайте фоточки посмотрим. Ой, а что у нас тут? А у нас тут полмашины. Где вторая часть морды? Гляньте. Вот это ее раскорежило. И вот это покупаешь тачку выше середины, чуть ли не поверху рынка. А там вот такое вот. Вот шо это такое? Крыло вместе с лонжероном ушло куда-то под капот. И это с учетом того, что капот тоже помятый. Короче, эту сторону морды просто разворотило. Шо там с мотором после этого удара? Одному богу известно. Но, как по мне, тачки полная опа. Естественно, подушки все стрельнутые. А самое интересное, это за сколько ее там купили? 4 800 баксов, Карл. 4 800 баксов. Как вы думаете, хорошую машину продадут за такую цену? Да, конечно же нет. Карл, Mazda CX-5 2017 года за 19 тысяч баксов. Хорошая цена. Это середина рынка. Мотор 2.5 бензиновый. Коробка автомат. Продавец пишет, что тачка в огнях. Безопасность вся целая. Это важно, потому что тачка из Америки. И там безопасность чаще всего стрельнутая. Говорит, что целая. Автомобиль в очень хорошем состоянии. Редко такой найдешь. Ну, сейчас мы это проверим. Но вот беда. Автория не подтягивает данные по ДТП по этой машине. В гугле и бесплатных ресурсах, на битфаксе и так далее. Данных нет. Ни фотографий, никаких данных. Но попробуем проверить по карвертикал. Может там что-то есть. Вот наша Mazda CX-5. Давайте посмотрим на фотки. Опа. Оказывается, что не так все сладко, как нам писали. Да? Ой-ой-ой. Морда развороченная. Что это он в дерево въехал? Опа. А что ж ты нас обманул так с подушками безопасности? Написал, что безопасность вся целая. А безопасность не целая, ребята. Ой-ой-ой-ой. Серьезно, она вляпалась, конечно. Ребят, вся безопасность стрельнута. Стекла побитые. Морда накрылась медным тазом. Короче, ребят, не люблю, когда нагло врут. Нам такой вариант, естественно, не подходит. Но не может она быть с таким пробегом. Volkswagen Passat с мотором 1.9 дизель на механике. Все с большими пробегами. Это просто аксиома. Нет, опять проверь. Но вот давайте в очередной раз вам докажу. Passat 2008 года, 1.9 дизель, коробка механика. Пробега заявляет, что 170 тысяч километров. Пишет, что официальное обслуживание. По машине, как обычно, все в огнях. Никаких вопросов. Клады не потребуя. Пробег родной в ДТП не было. Давайте сразу проверим. Наш Passat. Видите, что с одометром есть вопросы. Фоточки у нас еще есть. Что по хронологии? Откуда машина? Машина из Чехии. В Украине с 22-го года. Фотки. Что у нас на фоточках? Это она еще в Чехии продавалась. Так, тут все красиво. Опа, пробег есть. Ой. 350 тысяч было в Чехии в 22-м году. А что у нас на одометре? То же самое. 22-й год. 350 тысяч. Через полтора года в Украине. Уже на 200 тысяч меньше. Короче, ребят. В очередной раз подтвердилось. То, что дизельные Passat. Все с пробегами за 350 тысяч. Так что, примите эту реальность. И просто ищите в хорошем состоянии. Если вы уже решили себе брать такую тачку. Друзья, вы точно так же можете проверять машины. Не выходя из дома. Достаточно перейти на сайт CarVertical. Сделать это можно по ссылке, которая у меня в описании. По ней вы сразу же получаете скидку 20%. Вводите ВИН-код нужного автомобиля. И видите полную его историю. Или же, если вы просто зайдете на сайт CarVertical, вы можете ввести мой промокод. Автоспикер. И тоже получите скидку 20%. Субтитры подогали. Продолжение следует...